Аушаая Аушаая Ее останки часто находят вместе с останками губок. Считается, что Аушаая питалась губками и, возможно, защищала себя от хищников, прячась в гуще колонии губок. Аушаая, вероятно, использовала свои шипы, чтобы цепляться за стенки губок. Строение ротового аппарата говорит о том, что животное было всеядным. В отличие от многих ранних кембрийских форм, систематическое положение которых неясно и загадочно, Аушаая удивительно похожа на современный тип животных – анихофор или бархатных червей. Заметные различия лишь в отсутствии челюстей и усиков. Виды Аушаая известны по окаменелостям, найденных в сланцах Бёрджес в Британской Колумбии, а также в формировании Беллер в штате Юта. Все окаменелости имеют возраст среднего кембрия. Похожие таксоны известны из нижнего кембрия матианшанских сланцев Китая. Было найдено около 20 образцов в области Большого Филопода, где они составляют 2% от всей фауны. При этом известно около 19 особей. Аушаая педункулята Аушаая пролата является аналогичным видом, найденных в сланцах Уиллер в формировании штата Юта. Позже были написаны работы, раскрывшие систематическую принадлежность Ксенусиона и его родственников, в частности, найденных в китайских месторождениях. В свете кладистической революции 90-х годов, Аушаая и его родственники были признаны представителями ответвленной линии, ведущей к чилинстоногим и анихофорам. Несмотря на высказывания других палеонтологов, Бат указывает, что нет признаков или особенностей, благодаря которым можно исключить Аушааю из родства с чилинстоногими. Бат рассматривает Аушааю, исходные организмы, как представителей парафилитического класса, из которого появились современные чилинстоногие и анихофоры. Родовое название дано в честь горного пика Айша на севере от Ваптского ледника. Этот пик был первоначально назван Ауша в 1904 году и был переименован Вайша в честь героини Романа Ана 1887 года Райдера Хаггарда. Если вам понравилось данное видео, поддержите проект, поставьте лайк, подпишитесь на канал, вступите в группу канала, ссылка будет в описании. Всем всего хорошего и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok